Что ж, друзья, у нас победитель Сергей Корякин, матч против Влада Артемьева, фантастическое напряжение было, и Сергей нас посетил. Сергей, поздравляем, приветствуем тебя. Привет, Сережа, поздравляю с победой. Пришлось опять отыгрываться, да, сегодня, как это все было? Да, ужасно, ужасно началось, потому что в первой партии я, во-первых, мало того, что играл плохо, но еще и тратил очень много времени, и даже несмотря на то, что соперник давал определенные шансы, но я не смог найти в этой ноте, что нужно было делать. Ну и потом во второй партии уже, конечно, была ситуация, что нужно было по заказу побеждать. Но мне кажется, что партия была интересная, потому что было как минимум напряжение постоянное, и ему было тяжело защищаться. То есть я, конечно, ошибался, наверное, в какой-то момент, но в принципе ему было тяжело играть на эту партию. Ну и потом вот, когда я отыгрался уже в следующую партию черными, мне кажется, что я провел уже неплохо, и позиционно удалось выиграть такую интересную партию. Да, пятая партия поразила нас прям такой классической идеей прорыва короля через фланг. Так прям всем понравилось очень. Не мог бы вот какой-то момент отметить, какой был ключевой, наверное, момент, когда тебе удалось вот именно понять, может быть, даже, что ты уже имеешь все шансы на победу. В какой момент это произошло? Ну, во-первых, мне кажется, что мы вот здесь вот обменялись ошибкой серьезной, что здесь на Сан-С-2 нужно было, конечно, сразу конь d6 пойти, и у меня там, ну, тот же самый приятный эльшпиль. А я пошел к королю всем, что-то совершенно забыл о том, что он может победить слон е4, да и конь c2. Ну, я думаю, что... Это 25-й ход, да, по-моему, 25-й? А у меня не отображается... Да, да, это 25-й, да. И... ну, и ничья, я думаю, была бы. А мы проскочили этот момент, король е2, конь d6, здесь, ну, вот этот эльшпиль неприятный. Я понимал, что он неприятный как-то, ну, с таким слоном в пешечной цепи. Ну, и потом вот нужно было посчитать, очень важно, то есть король a4, в принципе, в какой-то степени это такая игра, даже чуть-чуть рискованная, потому что если что-то не срастется, то, может быть, я там могу пешке показать. Да, мы показали, оперативные маты, да. Да, мы даже маты тут понаходили. Да, да, да. Важно было не звенуть мат. f5, ну, и конь a6, и важно было понять, что конь c5 как бы ничего страшного, то есть конь, конь совсем блокируют, пешка на c5, скорее всего, обречена, а в таком случае, ну, соответственно, что вопрос, вопрос выигрыша, это уже будет, ну, вопросом времени, да. Ну, и здесь важно, важно, что король a4 и b4, ну, здесь он зевнул, конечно, король е3, грубая ошибка, но с другой стороны, я думаю, что даже там в случае слона d1, потом cb, я все равно выигрываю пешку на c5, и потом это... А вот такой вот, Николу, монеты, чтобы с 43-м ходом он как-то g4 бы сыграл, не было каких-то идей сыграть на патках или что-нибудь? g4, может быть, да, но это я уже не успевал почитать. Ага, ну, g4, б4, наверное. Ага, да, да. Там, ну, я не знаю, неважно. Ну, да, да, черные организуют проходные по центру, да, очевидно, что только ты играешь на победу. Ну, здорово, здорово. Я думаю, скорее всего, это выиграно. Ну, в любом случае, в любом случае, ему практически невозможно защищаться на секунду в такой позиции, очень тяжело. Да, это была важнейшая партия. Ну, и в четвертый, в четвертый я, честно говоря, зевнул, что у него есть ход ладья b2, то есть я думал, что ладья b2, ферд b6, ну, я сразу выигрываю, а ладья d2, партия неожиданно продолжилась, и, на самом деле, я чудом, что у меня все это срастается, что я успеваю побить танцы 4, поставить конь d5. Ну, я за него не видел, было ли у него что-то большее, чем ничья, но в любом случае, очень хорошо, что срослось все. Да, ну, Влад тоже старался, конечно, в последней партии находил ресурсы, но ты прям здорово все контролировал, все по ощущениям. Ну, да. Сереж, вообще, как настроение, какой вообще настрой? Как играется тебе за настоящими шахматными досками в Сочи? Супер играется, я очень счастлив, наконец-то, что могу вновь поиграть в нормальные классические шахматы. И когда я говорю классические, это может быть даже быстро и близ, но, по крайней мере, с живым соперником и на живой доске. И, естественно, я просто на самом деле сюда приехал, получать удовольствие от игры, потому что я так давно не играл, что просто хотелось поиграть. Ну, а результат, то, что результат приходит, это тоже, конечно, приятно. А как вот получать удовольствие с таким вообще форматом, когда, если ты, собственно, сделал один ход не туда и уже поехал домой? Вот, как тебе это удается? Ну, конечно, конечно, здесь все непросто. И понятно, что о том, чтобы там выиграть, я думаю, в первую очередь. Но помимо этого, конечно, я получаю удовольствие от игры. Даже порой, когда не все складывается, но потом в следующую партию ты играешь, ты понимаешь, что есть шанс отыграться. Это тоже, ну, так интересно. Здорово. Следующий твой соперник, на самом деле, очень сильный, тоже шахматист Максим Варшелеграф. Какой настрой перед партией? Считаешь ли ты фаворитом себя или, в общем, твои ощущения? Спасибо. Я знаю, что он очень сильный. Да. Спасибо, что напомнило. Ну, в принципе, нет, я ни в коем случае не буду бросаться такими фразами, что я считаю себя фаворитом, ни в коем случае. Ну, соперник суперсильный, супергрессмейстер. Ну, я со своей стороны буду там готовиться, буду стараться играть. Там будь как будет, поэтому, ну, понятно, что Максим в этом турнире играет здорово. Мне кажется, он выиграл несколько таких цельных, хороших партий. Поэтому я думаю, что он в хорошей форме, и мне самое главное хорошо играть, но результат, он придет только, если будет хорошая игра. Вы с ним встречались уже в нокаутах? Были матчи, потому что уже так не помню все сетки, всех турниров. Нет, в нокаутах мы не встречались, но в турнирах играли очень много раз. Причем самую первую партию мы сыграли в чемпионате мира до 10 лет. Ничего себе. Да. А по возрасту? Мы снимем оба 90-го года. Да, 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 получается, да, 90-го. Ясно. А как вообще обстановка в Сочи? Ну, то есть какие вообще ощущения, какие-то меры же все-таки делают тесты? То есть как это все на тебя влияет и влияет ли? Ну, оно влияет только то, что чуть-чуть раздражает с точки зрения того, что отвлекает от игры, что в этом приходится думать. Ну, с другой стороны, я отношусь с пониманием. Главное, чтобы все были здоровы. А так, в принципе, ну, если ты уже вовлечен в турнир, то думаешь, в первую очередь, о турнире. А так, ну, понятно, что... Мы все надеемся, что все будет хорошо. Все доживут, доедут до конца. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...